Привет! Вроде нашел. Сейчас я вам покажу единственный нормальный способ поставить счетчик FPS на андроиде. Бесплатно, без смс-регистрации, без мампапа-кредитов и рут на телефоне для этого тоже не нужен. Тут сразу надо договориться, что тонны приложений с PlayMarket, которые обещают там ускорить телефон, а заодно FPS показать, по факту не работают. Единственное, что они показывают, герцовку экрана или просто там какие-то рандомные цифры. Одно приложение, правда, было бесплатное, оно работало, GameBench. Но сейчас доступ к нему есть только у журналистов и ютуб-каналов. Способ, который я сейчас покажу, я проверил на трех телефонах. Galaxy S20, A51 и Realme XT. С большой долей вероятности будет работать и на других телефонов, но это уже надо проверять. Итак, нам понадобится три вещи. Первое и самое важное – подписаться на канал. Во-первых, так вы поддержите меня. Во-вторых, сейчас на канале проходит розыгрыш наушников за 10 тысяч рублей. Ссылка внизу. Во-вторых, телефон на андроиде без рута. И в-третьих, компуктер или ноутбук. Без этого никак. Ну и провод для подключения. Изначально этот способ разместили на гитхабе. Ссылку на него тоже оставлю, но сейчас проходим в описание. Нажимаем по ссылке на гугл диск и открывается три файла. Zip-архив скачиваем и распакуем на рабочий стол. При этом важно, чтобы на пути к папке не было кириллицы, только латиницы. Дальше два АПК-файла скачиваем на телефон и АПК-шку с названием kfmark1.5 устанавливаем. Вот я только что установил. Дальше нужно в настройках включить параметры разработчика. Это делает сведения о телефоне. В зависимости от телефона, может называться по-разному. У меня это называется номер сборки. Сюда нужно нажать 5-6 раз. Откроется параметр разработчика. Заходим туда. И включаем отладку по USB. Она у меня включена. Если у вас телефон Xiaomi, под этим пунктом будет еще где-то 2-3 пункта. Я сейчас скриншот прикреплю. Их тоже нужно включить. Что мы делаем дальше? Дальше мы запускаем АПК-шку. У нас открывается... Нужно выдать разрешение все приложению. Открывается вот такое все китайское. Непонятно, что с этим делать. Заходим в папку нашего распаковано на рабочем столе. Запускаем. У нас открывается вот такой серый кружочек. Дальше подключаем телефон через USB к компьютеру. Здесь у вас спросится, можно ли подключить отладку USB. Доверяете ли вы этому компьютеру? Доверяем. Загорел синий кружочек. Если вы все правильно сделали, на этом этапе синий кружочек сгорится. Единственное, что нужно сделать, нажать на него. Нажимаем. Тут он пишет, что типа все хорошо, все получилось. Можно выдернуть провод. И если вы счастливчик, тут у вас все заработает. Но у меня не заработало. Я нажимаю на синенькую штучку. И на этом моменте он у меня вылетает. Вылетает или откатывается обратно. В общем-то, официальная версия по установке на этом заканчивается. Удаляем это приложение. Его удаляем и скачиваем. Точнее устанавливаем обычное приложение с названием Beta. Это то же самое приложение, но на версию раньше. Открываем разрешить. И здесь уже все работает. Открывается список приложений, где можно выбрать уже нужное вам. Если после того, как вы поставили приложение, у вас показывается не вот эта синяя надпись, а предыдущий экран, повторяем процедуру, подключаем к компьютеру, снова нажимаем на вот этот синенький кружочек. И тогда уже все должно заработать. Функционал такой. Нажимаем на синюю кнопку, открывается список игр и программ. Выбираем нужную игру, в моем случае это Call of Duty. Нажимаем на Play. При первом включении приложение спросит разрешение. Показывается поверх окон, выдаем ему. И сверху показывается то самое заветное окошко с FPS. Что с ним можно сделать? Если на него нажать, появится дополнительная плашечка, где можно нажать на Play. В этом случае будет записываться мониторинг FPS, и потом можно будет посмотреть. То есть поиграли вы 10 минут. Здесь нажимаем на правую штучку, это значит, наверное, да. Поиграли 10 минут, и можно посмотреть средний FPS. Это, кстати, 50 FPS в Call of Duty на средних настройках Galaxy S10 на X-Men. Средние настройки, вот насколько он позорный телефон. Можно посмотреть загрузку процессора. За 4 минуты, вот мы видим, телефон разрядился на 2%. В общем, все то же самое, что в GameBench, только бесплатно. Сейчас немного поиграем. Я вам просто покажу, как это выглядит в игре. Единственный минус – плашку передвинуть или как-то увеличить нельзя. Но в любом случае, во время игры FPS показывается, причем показывается правильный. Я проверял с GameBench, он у меня есть. Так что реально рабочий способ, будем надеяться, будет работать на всех телефонах. На русскоязычных ресурсах я не нашел вообще никакой информации по этому способу. Поэтому предлагаю внизу в комментариях устроить небольшое комьюнити. Напишите, получилось у вас или нет, какой телефон, на каком этапе. Потому что сам способ – это небольшие костыли. Кстати, после каждой перезагрузки телефона процедуру нужно повторять. Правда, само приложение удалять уже не нужно. В принципе, на этом все. Если знаете еще какие-то способы, обязательно пишите в комментарии. Будем обсуждать. Поможем друг другу в этом нелегком деле. А на этом все.